Ой, Викусе, спасибо огромное! Всё было просто замечательно! Мы так здорово отдохнули, да, Женя? Да, 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 очень здорово. Давно мы так не отдыхали, да, Жень? Да, да, да. Ой, ну сама понимаешь, дети, за ними нужен глаз да глаз, да, Жень? Да, 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 да. Ну ладно, мы пошли, спасибо. Ну, хорошего, пока. Пока. Марусенька, а можно я ещё у ребят останусь? Ну, пожалуйста, хотя бы на ночь, я переночую и всё, ну, пожалуйста. Женя, домой! Ну, пожалуйста. Детки, идите за папой, идите. Дети, там же лестница! В гостях хорошо, да. В гостях хорошо, да. Вы, если что, приходите. Всё, счастливо. Мы всегда вас ждём, всегда рады вас видеть. Наши двери для вас всегда... Да, да, откры... Да! Ну, конечно, блин, они ушли, господи, как я устал. Фу! А, ну, конечно, ты устал. Ты же всё это убирал, готовил, на стол накрывал. Вика, я с детьми игрался. Ты знаешь, как это выматывает вообще? Ты помнишь, Женьку? Какой он был? Двухметровый брюнет с бесухой! А сейчас... Девочка, ну, девочка, ну, девочка, ну, куда... Тьфу, ё-моё! Ой! Ой! Мы, кажется, кого-то забыли. Кур-ку! Тимурчик! Тимурка! Тимурка! Тимурчик! Ой! Ой, Тимурчик, иди сюда. Какие вы хорошие. Да. Слушайте, а можно он у вас останется, а? Ну, хотя бы на ночь, а что? И вам хорошо, и Кирочки веселее. Да, да. Мы не хотим вас лишать такого счастья. Ну, что вы? Зачем он это? Ну, зачем он это? Да ладно! Хорошо! Ну, ладно, идёмте домой. Ну, ты вечера. Всё, всё, да. Да, ну, мы успеем. Да, да, да. Нет, нет, нет. Пацан! Капец! Это ужас какой-то вообще. Саша! А? А может быть, ты мне поможешь? Я бы с удовольствием, но ты видишь, я игру включил. А! Кирочка, может быть, ты? Мамочка, я бы с удовольствием, но мне нужно рисунок на художку завтра нарисовать. А что тебе задали нарисовать? Как я помогаю маме. А! Ну, да. Яблоко от яблоньки недалеко рисует. Ага. Сашка, а ты вообще как с детками? Хорошо ладил? Да, конечно, ты что? Я же взрослый. Блин, они мелкие. Я в драке сильнее. Бегит быстрее. А когда они прячутся, главное их два часа не искать. Они потом сами вылазят. Пап, ты серьезно? Вот почему я в три годика восемь часов в шкафу просидела. Не, я тебя тогда искал, но просто не получилось. Блин! Проиграл! Сашка, просто тебе нужен напарник. Да ты посмотри на себя, какой из тебя напарник. Ёлки-палки, один раз со мной сыграла, проиграла, все, слезы, сопли, вещи собрала, к маме собиралась уезжать. Тьфу! О! Соседа надо брать напарником, вот это красавец. Я не об этом. О! Точно! Слышь, малая, а ну иди сюда. Давай футбич помылим. Извини, папич, но мне нужно смылить художку рисуночь, а потом еще математич и укормовичь. Да, блин, с вами каши не сваришь. Сашенька, я вообще не об этом. Я вот как раз хотела серьезно поговорить о том, что Кирочка уже выросла, и мне кажется, нам пора задуматься о том, чтобы на стол ставить четвертую тарелочку. Нет. Нет, нет, и еще раз нет. Твоя мама с нами жить не будет. Да при чем тут мама? Я, ну, о другом, о таком вот родном и близком. И тесть тоже. Все. Да при чем здесь тесть, Саша? Я говорю, что я хочу второго ребенка. Больше сморыгины в этот дом не зайдут. Что я тут заразу распространяю? Сашка, ну при чем здесь сморыгины? Ну, сам подумай. Ну, как бы будет веселее. Может быть, Кирочка тоже хочет братика. Кира, ты хочешь братика? Конечно, хочу. Секундочку. Кирусь. Да. А скажи мне, ты хочешь братика или велосипед? Пап, когда ты у меня спросил, что я больше хочу, котика или велосипед, я сказал, что велосипед. Но в итоге у меня нет и ни котика, и ни велосипеда. Так что братика. Умничка. Ика, ну зачем тебе вот второй ребенок? Ну, к чему он вообще? Ну, сходи там, я не знаю, на йогу, на вышивание, еще что-то. Вот я, когда мне заняться нечем, я иду на рыбалку. Вот. А будешь вместе с сыном ходить? Да, блин, он пока вырастет до той кондиции, что мне надо. Я уже и на рыбалку ходить не захочу. Так знаешь что, Саша? Вот не сделаешь мне второго ребенка, на рыбалку уже перестанешь ходить. Понял? Да ладно, что ты начинаешь? Перестань ты. Ну, возьми вон у сморыгиных одного, любого. Понянчись ты там с ним, попу помоешь там туда-сюда. Тя-тя-тя-тя-тя-тя. Все, тебя попустит. Ну, все. Чего ты? Возьмите двух. Двух возьмите. Двух возьмите. Нет, спасибо. Не надо. Нам не надо. Все, извините. Женя, просто мусор выносил, и я услышала, что вы тут ищете кого взять. Не-не-не, спасибо. Ну, если что, вы знаете, что обратиться. Да, пока-пока. Обратитесь к нам, пожалуйста. Да, счастливо. Откуда у них ключи от нашей квартиры? Пап, а вот в Древнем Риме считалось, чем больше у мужчин и детей, тем больше он отдал этому миру. И таких мужчин ставили на один уровень с богами. А это, знаешь, мысль. Кирочка, это правда? Нет, мама, это же папа. Ему будет лень в интернете перепроверять. Слышите, Русь, так ты вот прям точно братика хочешь, а? Пап, я хочу, чтобы у тебя, как у нормального мужчины, был еще и сын. Понимаешь, когда у тебя появится братик, тебе придется все делить пополам. Кроватку пополам, велосипед, которого нет пополам. Все, пироженки, шоколадки, все пополам. Пап, а по пятницам вы делите мои братья? Да, по несчастью. Сашка, ну давай заведем. Так и не уговаривай меня, не надо. Это мне вообще, я как вспоминаю эти все пуканье, вот эти все, ой, животики, вот эти все слезы. Ну слушай, ну у всех детей так. Да я сейчас не про детей, я про себя. Я как вспомню, когда Кира родилась, это ужас был, с меня со всех сторон перло вообще. Сашка, ну неужели у тебя не возникает никаких эмоций? Вот эти вот игрушечки, вот эти вот одежка, вот, маленькая. Мне кажется, что может еще пригодиться. Конечно пригодится. Ну? В гараже любая тряпка нужна. Саша! Так, смотрики, пошли вон отсюда, не надо на ваших детей. Здорово, соседи. О, Димон, привет. Пошли в гараж. Привет. Здорово. О, Вик, все, я согласен. Я согласен на второго. Все, я устанавливаю Димона. Сейчас мы пойдем с папкой, сыночек, погуляем в гараже. Никуда ты не пойдешь. Маме, я не хочу, чтобы дядя Дима был мне братик. Саша. Извини, сынок. В следующий раз. Сань, слышь, одолжи полтинник. Да сейчас. Я тебе полтинник в прошлый раз одолжил, ты мне до сих пор его не отдал. А, тогда одолжи сотку. Я тебе верну полтинник, а полтинник мне. О, это нормальное предложение. На. О, держи. О, за что тебя уважают, так это за ум. О, видал? Да. Так, все, счастливо. Слушай, дядя Дима, мы хотим тебя попросить с Аистом пообщаться. А, это я могу, я же с голубями-то разговариваю, с Аистом могу. Только мне допинг нужен. И что, полтинник? Это, иди, наверное, потом, вечером в гараже. Все, давай, пока. А, Сашка. А, что? Я просто подумала, знаешь, ну, мы можем учесть все ошибки первого раза, и во второй раз будет все отлично. Если хотите, чтобы все было отлично, надо просить мне папу. Что? Просто бабушка говорит, что у папы все кривокосо получается. Ирочка, ну что ты? Бабушка шутит. Папа у нас молодец, правильно, пап? А ты знаешь, я согласен. Хорошо. Пусть твоя мама переезжает к нам. Все. Ты серьезно? Ну, что, она взрослая, памперсы ей менять не надо. Пока что. Саша. Понял. Ну, слушай, ну, действительно, ну, ты видела, сколько сейчас детские вещи стоят вообще? Если девочка родится, то будет за Кирой донашивать. Не, ну, если девочка, ладно. А прикинь, пацан, вот как он будет донашивать за Кирой вещи? Ну, ты же в моих вещах ходил. Что ты при ребенке-то? Вот один раз было по пьяни перед зеркалом. Что ты начинаешь вообще? Мам, а на первого ребенка ты тоже так папу уговаривала? Нет, Кирочка, что ты. В то время это папа меня уговаривал. Не совсем на ребенка. Но когда уговорил, появилась ты. Пап, а чтобы взять братика, нужны деньги? Конечно, конечно. Их же в магазине покупают. В каком отделе? Кирочка, там такой магазин специальный. Туда только взрослых пускают. Да? Соседи, соседи, я в магазин. Вам ничего не надо? Надо, надо. Маму собите возьму. Ей очень надо. Нет, не надо. Мама никуда не пойдет с дядей Димой. Папа ей доставку организует. Так, так ты с дядей Димой пойди выберешь, какой тебе понравится. Понимаешь, Кируся, в нашей стране еще нет таких магазинов, где двум дядям ребенка дают. Слава богу. Я не понял, а о чем вообще речь-то? Прикинь, прикинь, Вика второго ребенка хочет. Ну, так а в чем проблема? В этом-то и проблема. Да ты что? Иди сюда, друг. Ой-ой-ой-ой-ой, все понимаю, батарейка села, да? Да, понимаю, слоник хобот уже не поднимает, да? Ой, все понимаю, да. Ты что, десешь вообще? Чего? Все нормально у меня поднимает, это, все работает. Ну, конечно, все могут так говорить. Знаешь что? Что? Дима, ты умный такой? Иди, ребенка, и делай. Неожиданно, Сань, но спасибо за доверие. Вика, конечно, милковатая, но в целом может быть интересной. Я говорю, иди к себе, там один, и себе ребенка делай. А, понял, все, понял, понял, хорошо. Кошмар какой-то. А где вы меня взяли? Что, так сложно было? Да нет, что, мы тебя в этой, в капусте нашли. В магазине в овощном отделе? Не, мы тогда с мамой ходили по колхозам, капусту воровали. Смотрим, ты такая там лежишь, такая вся, в капусте. Правда? Да. Хорошо, что вы меня первыми нашли, так бы у меня выращивал какой-то козлик. Ну, в принципе... Так. Вика, все, я не хочу вот это все опять переживать, эти все памперсы, эти все какашки, эти все коляски. Понятное дело, что ты ничего не будешь делать, это буду делать я. Конечно, ты будешь делать. А за мной кто смотреть будет? Саша, ну ты эгоист. Это я эгоист? Ничего себе, я 9 месяцев твоей беременности выдержал. Блин, то побеги в гараж, возьми летнюю резину, мне понюхать надо. То борщ с вареньем, то селедка с повидлом каким-то. Ну, Сашка, ну это всего лишь 9 месяцев. 9 месяцев? Хочешь, я тебе расскажу, как это будет? А? Как? Так, присаживайся. Саша, я беременна. Ой, класс! Ой, круто! Ой, Саша, что-то мне тяжело сумки носить. Ой, что-то мне тяжело сидеть. Ой, что-то мне тяжело лежать. Ой, ножки надо сюда. Ой, Саша, пойди, то принеси. Саша! Вот это, по-моему, оно. А, нет, это не оно. Это оно. А, нет, это не оно. Саша, поехали, это оно. О, да ну, Вика, это не оно. Саша, да, у меня реально воды отошли. Да ты шо, это нас соседи топят. Не-не-не, Саша, это оно. 5 утра, поехали. Приезжаем. Да, это реально оно. А, доктор, доктор, что делай? 500 баксов. 500 баксов? Ни хрена себе. На тебе 500 баксов. А, Саша, я как рожу, я тебя убью. Зачем ты это со мной сделал? Вау. Все? Нет, не все. На мячике. Тут все, тут все, тут все, тут все, тут все. Вот, 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 вот. Пошло, пошло, пошло. А-а-а! Вот. У папина шатырь срочно. Все, у вас мальчик. Класс, круто. Здорово. Все, выписка. Вам 100 гривен, вам 100 гривен. У кто такая 100 гривен? И этой санитарке тоже 100 гривен. Все, поехали домой, приехали домой. Все, круто, круто. Он покушал, я хочу спать. Он покакал, я хочу спать. Он пописал, я хочу спать. Все, он спит, я хочу какать, писать и пухать. Потом колики, животики, колики, животики, животики, зубики, зубики, колики, колики, животики, зубики, колики, животики. Все, нам три года. Мы 156-е в очереди в садик. Еще через два года Мы пошли в садик И вот мы Выспались Ты реально этого хочешь? Да Хочу Блин Ну неужели вам, женщинам, так важно слышать этот топ от детских ножек по паркету? Да Мамочка, папочка, я нарисовала рисунок Правда, нарисовала всю нашу семью Аист, капуста и магазин детей? Вика, это ты ее подговорила? Нет Нет, папочка, это я сама нарисовала Просто я тоже хочу себе братика или сестричку Может собачку? Саша Блин Ну ладно, все, уговорили Только чтоб пацан Только чтоб пацан Потому что трех баб я не потяну просто Не, ну я постараюсь, конечно А постарайся Кстати Кстати, Викусь Тебе похудеть, ты посмотри, какая ты Бомбовозик на этом рисунке Просто у мамы в животике Мой братик Да ну нет, ты что Там еще папа, и надо постараться Ну там Ну как? Уже постарался? Кто? Ну не так я, что Как? Стоп Подожди Не, как я мог ее? Я ж это Да не, ну как? Вот так прямо? Вот так прямо, аист ты мой Блин Надо что-то с клювом делать Ну только чтоб пацан Только чтоб пацан Я с ним на рыбалку ходить буду На охоту В приставку вон играть буду О, кстати, пока пацана нет На, держи Давай сейчас Сейчас футбольчик заделаемся Так, значит, я смотри За Ювентус буду А ты, значит, за За Прикарпатья Опять? Ну я, что, выиграл, но как? А никто не хочет Беременной маме помочь? А? Блин Папа, ты помогай Ну вот опять Началось Началось Ну что, началось Ну что, началось Я беременна Я только выдохнул Все, началось Ну давай, Женечка Ты подойдешь Ты подойдешь к нашему сыну И скажешь Что он уже вырос И пора ему уходить Из нашего дома А давай ты Ну почему я? Ну ты же его отец Да, но На мать он руку не поднимет Руку, да Но у него есть еще две ноги Или ты ему запретишь Поднимать ногу на мать Нет, я ему Ничего Запрещать Больше не буду Последний раз Когда я ему запретил Курить Я съел пачку Сигарет А я когда Последний раз Его в угол Ставила Так он Стену сломал Думаешь Я забыл Чей он головой Стену сломал Женя, просто Просто Подойди И скажи ему Что В его годы Ты жил отдельно И зарабатывал сам Я это Ее мужу говорил Ну На что он мне сказал Что он не против Чтобы я жил отдельно И зарабатывал сам Он даже сказал Что за Зарплата будет Приезжать Слушай А А может мы его Женя, ты что? Снова хочешь Три месяца В больнице Проваляться А на нем Тогда даже Сиечка А не было Надо было С детства Его пороть Пороть? Когда пороть? Он в пять лет Был Больше меня Помнишь Когда я ему Зубик Ниточкой Вырвал Молочный Он мне Два коренных Выбил Конечно помню Он тогда Фею зубную На счетчик поставил Чтобы меч Купить Я помню Я помню Как он этим Мечом Расправился С кощем Бессмертным До сих пор Больно Ой, Женя Что ты знаешь О боли? Ты когда-нибудь Рожал Десятикилограммового Малыша Который Пуповину Так как лосо Накидывает На врача Я помню Этот Судный День Его рождения Когда врач Его По попке Хлопнул Он ему Ногой Челюсть Выбил Да Из детском Садике Помню Как всем Деткам Говорили Что Их приносит Аистанашево Боинг Мать Дай пожрать Хорошо Сыночек Давай Женечка Подойди Скажи Чтобы он Уходил Я все скажу Я все скажу Сыночек Какими грибочками Нет у меня таких грибочков Мать Что Суп Пересоленный Это залет Мать О боже Я вызываю полицию Не надо Подожди Я исправлюсь Сын Я исправлюсь Извините Куда пошли Стоять Что Что приходили Мы А мы просто ошиблись Комнатой Случайно А мы с мамой В туалет вдвоем Стоять Это второй залет Еще один залет И отправлю вас К бабушке Кстати о бабушке А может мы уговорим его Переехать к бабушке А ты забыл да Что после последнего приезда Любимого внука Бабушка покинула нас Да Продала все свое имущество И уехала за границу Какая умная женщина Слушай А может мы ему Оружие подкинем И ментов вызовем А Ты что Знаешь что он сделает С нами с оружием Наркотики За них восемь лет А под наркотой Знаешь что он С нами сделает Давай сами переедем Как Если паспорта у него Или ты пойдешь сам В его комнате возьмешь Если он не уйдет Я выброшусь Из окна Ой Женя Кому нужны Твои выпадения С первого этажа Ну как обычно Максимум сломаешь ногу Давай Соберись И скажи То что хотел ему сказать Отче наш Жизнь на небесе Да не ему Женя Ему Ему Я боюсь говорить что-то Вика А давай ему записку Напишем А Он прочтет И все поймет Он Поймет Ну есть же шанс Давай Гоша Ты уже взрослый мальчик Тебе Пора жить Отдельно Да А мы с мамой Хотим пожить в старость Сами Напиши Без тебя Сами без тебя И подпиши Гоша Это тебе Ну я же в начале Гоша уже А может он прочитает И уже забудет в конце Что это ему адресовано Без тебя Гоша Понял Гоша Так понятно Гоша И подпись Анонимы Анонимы Где отдай ему Почему я Женя Ну ты же мужчина Да Ну Я умоляю тебя Пожалуйста Пожалуйста Ладно Все Давай Назад дороги нет Давай Давай Сын Это тебе Спасибо Мать Сыночек Ты только что сказал Маме Спасибо Отец Сюда Что Сынули Купи мне планшет Новый Этот Сломался Как сломался Мы же тебе только Недавно его купили Откуда я знаю Чего ломаются Планшеты Я нажал на него Один раз Он сломался На и телефон Тоже Ну Ну Давай ему Телефон Сенсорный Купим Он может быть Добрее станет Я тебе говорил Ему Нокию 3310 Брать надо Она бы хоть целая была Где я теперь деньги На новое это возьму Слушай Чего ты до меня срываешься Ну давай скажи ему Чтоб он сам зарабатывал Ну Пойду и скажу Ой Пойдешь и скажешь Ты не забоишься Не забоюсь И ковер не описываешь Как в прошлый раз Не описываю Смотри Сынок Да что Извини дорогая Сынульчка Да что 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 Еще килограмм извинений Сынульчка А ты знаешь что Все люди работают Мама работает Ну Папа работает Ну я же тебе не запрещаю А ты Не работаешь Пока у тебя все логично Не хотел бы ты Нет Ну не хочет ребенок Что я сделаю Сынок Ты пойми Свои родители Они уже взрослые люди Да Они хотят Чтобы им помогали Да ладно На вас еще пахать можно Слушай меня Что Женщина Слушай меня Всегда В жизни Хорошо Понятно Да Тебе А тебе сынульчка Я бы Хотел кое в чем признаться Просто ты Не наш сын Да Да мы тебя С мамой установили Вот Не хотели тебе в детстве Рассказывать Травмировать А сейчас Ты все узнал Нас наверное Ненавидишь И пойдешь искать Родных родителей А мы с мамой Останемся горевать Ну так даже лучше Раньше то я вас жалел А теперь вам Кобздос Тварь Скочина Соломаю Это я тебя рожал Сынок Пульт Что? Пульт Батарейки Пульт Батарейки Пульт Сейчас 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 На носик Сейчас Соломаю 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 У меня аж новости Новости У меня девушка появилась Девушка? А-а-а Подожди Это не Из журнала Не с того сайта А-а-а Живаня Настоящая девушка У нее даже есть Своя квартира Я знал Что ты существуешь Ха-ха-ха Сынуля Ха-ха-ха Ха-ха-ха Ты спасеный Да Ха-ха-ха И мы решились Не сдавать ее хату И жить у меня Я знал Что тебя нет Сыночек Может быть вы наоборот Э-э В той квартире Будете жить А наша Будете сдавать Можете вместе С нами сдавать И кому вы нужны Ха-ха-ха Вика А-а Мне с тобой Надо серьезно поговорить Иди сюда Иди сюда Скажи мне пожалуйста Вика У тебя До меня Кто-нибудь был? Ну может быть Во время меня Жень, а что это такое? Я все пойму Я все прощу Ты чего? Нет, конечно Вика Ну не торопись Подумай Может быть у тебя был Случайный роман С борцом сумо? Ну что за глупостью, Жень? Вика, знаешь такое выражение? Яблочко от яблоньки Недалеко падает Да? Ну Знаешь? Ну так вот откуда На этой березке Вырос арбуз? Я требую тест ДНК Третий Женя, мы уже три теста сделали И все они подтверждают Что ты его родной отец А, нет На 99,999 Одна тысячная процента Надежды у меня еще есть Женя, давай уже ему скажем И горелым огнем Я боюсь ему это говорить один Хорошо, давай вдвоем скажем Вдвоем На, раз, два, три Хорошо Давай Читать? Да Давай Раз, два, три Доша Четыре Пять Шесть Что ты делаешь? Ты сказала мне Считай Ладно, я сама Раз, два, три Моя буся пришла Я так понимаю Это мать? А че это у нас мать тут стоит? Может она на кухню метнется Борща мне сварит? А вы простите Прощаю Ой, а это наверное отец А что это у нас батя безработный? Давай-ка быстренько, быстренько зарабатывать нам с Гошей денежку Я прошу прощения Я прошу прощения Как вы себя ведете в чужом доме, женщина? Гоша, заступись за свою девушку Да ломаю Вы думаете, что номер закончится так, что два плохих человека победят двух хороших? Вы думаете, зло победит добро? Вы правы Уважаемые посетители гипермаркета Икея Для вас выгодное предложение в отделе аксессуары для дома Какая-то непонятная фигня с ручкой Для чего она, никто не знает, но это очень полезная вещь И стоит всего лишь 99 гривен Поспешите Ай, да Да, мамуля, да Да, мы знаем, где бабушка Нет, она Она не захватила заложников в совбезе Нет, она не подожгла людей в пенсионном фонде Как в прошлый раз Она в Икеа Мам, я не Икаю В Икеа Это магазин такой новый Откуда я знаю, как она здесь оказалась? Наверное, шла, увидела огромную очередь и встала по привычке Все, мамуль, давай, мы найдем ее, я перезвоню А я тебе говорил, что твоей бабушке надо было купить ошейник с GPS-навигатором Да, так бы мы ее не искали по всему городу Саша, это бабушка А, согласен Тут цепь нужна Саша, между прочим, это еще и твоя бабушка Мы когда с тобой женились, у нас же все пополам, правильно? Квартира пополам, машина пополам и бабушка тоже напополам Только деньги в семье тратишь ты Просьба подойти врачу к отделам декора и посуды Повторяю Просьба подойти врачу к отделу декора и посуды Еще одну женщину разорвала Не смогла определиться куда ей в декор или в посуду Простите, нам звонили и сказали, что наша бабушка здесь А, это сумасшедшая О, вот видишь, не только я один так думаю А почему сумасшедшая? Да она тут бегала по всему магазину и кричала Боже, боже, я в раю! Вот точно так же она себя вела в колбасном отделе Простите, просто после распада Советского Союза Наша бабушка не так часто выходила на улицу Так, а где она? Секунду Кто там? Консультант Пшел вон, сектант Спасибо вам большое, дальше мы сами разберемся Кто там? Это я, почтальон Печкин Придешь вам пенсию за январь А, и пенсия-то хорошо Это ты, Сашка Пшел вон В смысле, пошел вон? Евгения Михайловна, мы вообще за вами пришли Бабушка Ты чего в шкафу? Это не шкаф, это гроб Я тебе говорил, она кукухой поехала Бабушка, это шкаф Шкаф Я слышала по телевизору Кто коммуналку не оплатит, того в рай не возьмут Вы меньше телевизора смотрели и слушали, что там говорят А дверка какая, смотри Раз-два, раз-два, раз-два Зачем вам гробу дверка? Вы что, будете гулять иногда выходить? Дурак ты, что ли, а? Я точно такой же Никифоровне куплю И мы друг дружке в гости будем ходить Понимаешь? Вы что тогда купите уже шкаф-купе А что это такое? Большой такой шкаф Большой прям, раздвижные двери Все как положено Полочек много О, кстати Мы там можем вас прям со всем вашим барахлом похоронить Как фараона За что, что ты? Ну чего я, чего я? Бабушка Все Кажись отмучалась Какой я отмучилась Это я подушку мерила Очень подходящая, кстати Ладно, ладно, хватит Ну все, действительно Как вы здесь вообще оказались? Я, значит, купила керосин, спички Ну, уехала в пенсионный фонд сжигать Значит, смотрю Очередь стоит Как в мавзолей Ну, думаю Ленина на выставку привезли Я выхожу Очередь отстояла А тут рай Все, классно, бабушка Что ты нашлась Давай, поехали Все, поехали Не-не-не Я без этого не поеду Ладно, хорошо Купим мы вам этот шкаф Это гроб Купим мы вам этот гроб Отлип Хорошо, все, поехали А остальное? Что остальное? Ну, вот это вот все я отложила В смысле? В смысле все? Оно все мне надо Надо А, так вот кого ты Типичная шапоголичка Что-то обзываешься Спокойно Бабушка Хорошо Так а зачем тебе тогда Вот диван? Это не диван Это тоже гроб Вас что, два раза хоронить будут? Дурак ты Это для деда моего Смотри И он Мягко и любит Ой, хорошо И он всю жизнь На диване провалялся Вот пускай его В диване И хоронят Капец Во всем мире Икея это магазин мебели А у нас в стране Это бюро Ритуальных услуг Ладно, хорошо Вот это вам Зачем? Ну зачем это вам? Это для Барсика Гроб? Типун тебя на ящик Гроб Барсик всех вас Еще переживет Молодой кот Ему 20 лет всего Это место мягкое Пуфик для Барсика Понял, понял Хорошо Хрен с ним С этим Барсиком Вот полок Вы зачем столько понабирали? Вам же столько Одна нужна Чтоб челюсть туда ложить И все А ты цену На эту полочку видел? Нет А на газ видел цену? Видел, видел Вот Я этой полочкой Топить буду Транспортировка Газоплатная А полочка Входит в стоимость Транспортировка Понятно Ну вот это вы Нафига понабирали? Да ладно Это ложечка для обуви Пусть будет Блин Ну не 40 же штук Вы что Сороконожка что ли? Это я Помидоры подвязывать Взяла Пусть будет Это пусть будет Ладно Хорошо Яйцерезка вам зачем? Это для вас простая яйцерезка А я с помощью этой штуки Дрова на зму Заготовлю В смысле? То есть ты будешь Вот этой штукой Дрова пилить? Яночка Ну ты вроде Не такая тупая Как Саша Смотри Вам зачем надо это? Это не кресло Это бричка моя Что? Какая бричка? А чё? Запрягу коня И будет у меня Гвозить Ну какого коня? Господи Тебя Ну сейчас Конечно Ну смотри Оп 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 Сашка Оп Сашка Бабушка Саша Вы что с ума сошли? Я не поняла Вы что делаете? Бабушка Зачем тебе детская кроватка? Я второй раз Не собираюсь рожать? Я собираюсь Рожать? Тумка латы Курей разводи Где такой Вольер Найду Смотри Дешевая Хорошо А вторая зачем? Здесь Индюшат Разводить будем Да Ещё третью возьмём Она по акции идёт В подарок Ага Понятно Утята Да? Котята Щенята Ты слышал По акции В подарок Полочки Закончатся Я ею топить буду Грус Понял ты Ладно Хорошо Манеж вам зачем? Вы туда деда пьяного Положить будете? Это не манеж Это оградка на кладбище А что? Вас вертикально хоронить будут? Ну а что Смотри Красить её Не надо Красивая Стильная И вандалы Не Разберут На металлолом Хорошая штука Понятно Пошли Это всё? Нет Не всё Мне что Одна штука нужна Сашка Вот это надо Бабушка А тележка тебе зачем? Да я на рынок буду ездить Смотри какая удобная Слушай, бабуля Тележка не продаётся Я знаю Стибри её Пионер Жухани Ну Подрежь Подождите Вы хотите, чтобы я Украл тележку Из магазина? Догадался Давай Это, кстати, крутая идея Слушайте Бабулечка А ну-ка А ну-ка Оп 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 Загружаемся Куда? Так, так На кассу На кассу Бабушка На кассу Я сама не донесу Краб Я не дарю Краб Яна, 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 Яна Просыпайся Быстрее Просыпайся Это вопрос Что? Что? Жизни И смерти Какой? Чёрт, потери Ты что Решил Кардиограмму На дому сделать? Нет, Яна Это полиграф Я взял На один день Потренироваться Так Ой, это ты что Новую ролевую игру Придумал? Это не я Это наш президент Придумал Сегодня Половина Верховной Рады Будет дома С женами Играть в одну И тоже Ролевую игру В смысле? В коромысле Яна, что непонятно? Нас завтра В всей фракции Отправляют на полиграф Ой, я тебя умоляю Но ты же каждый год Ездишь на этот полиграф И всё нормально Здоров Яна Полиграф И флорография Это две разные вещи Да? Здесь что-то не то Ляпнул Всё Нафиг Из фракции Нафиг Из партии Нафиг Из парламента Я тебя умоляю Ну может они опять решили Там что-то Пошутить Там повеселяться И замнут Не замнут Это ж необычное Кнопкодавство Тут всё серьёзно Он Ковальчука Помнишь? Ну со страусиными фермами Ну? Всё Взяли за яйца Страусиные? Если бы Яна Если бы Я спать Что значит спать? А вопросы я себе что Сам задавать буду? Какие вопросы? Да любые Я не знаю Спроси меня что-нибудь Окей Можно я спать? Яна Ты что не понимаешь что ли? Я если вот эту вот хрень Не пройду Ты будешь спать Где-то на улице Ещё лет 20 А прям настолько Всё серьёзно? Настолько Окей И как оно работает? Я не знаю Оно как-то считывает пульс И если пульс прыгает То значит человек нервничает И скорее всего врёт То есть ты во время нашего секса врёшь? Яна Во время нашего секса я вообще сплю Давай быстрее Так что? Да любой вопрос Просто любой вопрос? Вот любой Любой Хорошо Ты брал взятки? Яна Блин Чёрт Ты что с козырей-то херачишь, а? Блин У меня пульс сейчас 220 Ты посмотри А, это напряжение Ты понимаешь, что это главный вопрос? До него нужно вырасти Надо потренироваться Как-то Попроще что-то Хорошо, попроще Ты давал взятки? Яна Да смени ты пластинку, чёрт подери Ладно, ну не знаю Тебе нравится президент Украины? Да Какой из шести? Яна Чё тебя в крайности так кидает? Как ни в одну, так в другую Спроси обычный вопрос Хорошо, обычный, окей У вас в партии есть геи? Да что это за звук? Я не знаю, это прибор Я вообще не в курсе, какие он звуки издаёт Я просто переживаю, что тебя могут наказать Поэтому хочу узнать, есть ли у вас партии геи? Яна Да где их сейчас нет? Задавай, ну какой-нибудь простейший вопрос Самый простой Самый простой Хорошо Сколько стоит хлеб? Окей, простой, но такой, чтобы я знал на него ответ Сколько стоит Майбах? Ну не такой простой, Яна Ну это каждый дурак в ради знает Ну Ну что-нибудь серьёзное, да? Давай что-то посерьёзнее Ты мне изменял? Яна, я серьёзно? Я тоже серьёзно? Ты что, не понимаешь? На кону наше будущее с тобой А ты спрашиваешь какую-то фигню Вот из-за этого будущего я и спрашиваю Изменял ли ты мне? Яна, пожалуйста Простой вопрос, который тебя не касается Хорошо Какой у тебя пин-код от карты? При чём здесь пин-код от карты? Да при том, что когда я у тебя его спрашиваю Ты всегда мне отвечаешь Этот вопрос тебя не касается Яна, там очень сложная комбинация цифр Ты всё равно не запомнишь 4 0? Нет 4 единицы? Нет 1, 2, 3, 4? Яна, ты что, собираешься перебирать все цифры в мире? В конце-то концов Спроси меня что-нибудь Про солнышко Про травку Я не знаю Солнышко, ты куришь травку? Да Яна Яна, ты что ты меня палишь-то? Давай Простой вопрос Соберись, пожалуйста Тебе нравится Ирина? Какая ещё Ирина? Ну ты в интернете все её фотки лайкаешь Яна Я Я тебя прошу Спрашивать простые вопросы О семье О возрасте Вот что-то в этом роде Сколько Ирине лет И почему она разбивает нашу семью? Яна Господи, да что ты прицепилась-то вообще? Я прошу тебя задать вопрос Связанный с моей работой Хорошо Кем у вас работает эта Ирина? Вот этот вопрос вообще никого не интересует Яна Ну как это? Всем же будет интересно Кто с кем спит у вас на работе? У нас на работе вообще спать запрещено У вас и проституток заказывать запрещено Но заказывают же Яна Ты не заказывал проституток? Нет Ой А что же это за звук? Да я понятия не имею Может он вообще не работает Этот прибор Ирина проститутка? Яна Ирина это Это член нашей партии Ирина политическая проститутка? Ты лишал её депутатской неприкосновенности? Прекрати Яна Так, возьми свой телефон И задай мне любой вопрос из интернета Любой? Любой Окей Оцените себя по десятибалльной шкале Насколько вы странный Другой, любой Представьте, что вы карандаш и попали в блендер Ваши действия Яна, дай сюда телефон Я его выброшу сейчас Вот ты нервничаешь, господи Да возьми ты, выпей успокоительное Не могу я выпить успокоительное У нас кровь на анализы берут Да, вас реально как-то обложили Ещё как Если они ещё узнают, что я у тёщи квартиру арендую Мне капец Слушай, ну тут в интернете пишут Как можно обмануть полиграф? Ну? Просто очень-очень сильно нужно сжать мышцы сфинктера Сфинктера? Задницы Я знаю, что такое сфинктер Конечно, ты же работаешь в Верховной Раде Яна Я как только узнал про этот полиграф У меня этот сфинктер так сжался, что у меня ноги короче стали Продолжим Ой, я даже знаю, кто пишет Нет, это не Ирина Это из фракции Ооо Кто-то слил все эти вопросы на полиграф На, задавай вот эти Вы действительно фамилия, имя, отчество? Яна, ты не могла бы подставить мою фамилию, имя, отчество? А, да Вы действительно Крутоголов Егор Григорьевич? Да Вы действительно работаете в Верховной Раде? Да Вам действительно 39 лет? Да Блин, какие тупые вопросы А про карандаш в блендере получше, да? Вы действительно переспали с Ириной Ну, когда вы сюда телефон? Яна, здесь такого вопроса нет Здесь спрашивается, был ли я в Крыму Так вот, нет Нет, не был или нет, не спал? Нет, не был Значит, спал Нет, не был Вам предлагали секс за деньги? Что? Что опять за звук? Что с этим аппаратом? Я не понимаю Черт Что это за вопрос? Я опять что-то придумала Действительно вопрос Это кто прислал? Черт Это Джокер Блин Какой Джокер из фильма? Из оппозиции Черт Нет, это все не работает Это Ты ко мне слишком хорошо относишься А там будут люди, которые мне будут задавать вопросы Так вот, они меня ненавидят И я их тоже ненавижу Вот такой мне человек нужен Не человек А мразь Мама! Что, пузатый? Взяли тебя за твою толстую задницу, а? Мама! Что, мама? О! Судя по проводам, готовимся к казни на электрическом стуле Мама! Мам, послушай, у Егора завтра тест На беременность Ха-ха-ха-ха! Да тут все видно, 20-я неделя Мама, ну, теста честность Какой нахрен тест? Вы там у себя работаете? Или продолжаете фигней заниматься? Мама! Мам, завтра у Егора допросы Нужно его как-то к этому подготовить Допрос? Да Да не вопрос Сейчас подготовим Хороший мой Говори, брал в пятки, а? А-а-а-а! Можешь не отвечать по твоей наглой морде Вижу, что брал! А-а-а! Евгения Валерьевна, а вы уверены, что вы поняли задание? Здесь вопросы задаю я! А-а-а! А-а-а! Спроси, кто такая Ирина! Кто такая Ирина! А-а-а! Я-я-я не знаю! Мрешь, скотина! Нет, нет, нет! Яночка Неси утюг Нет, зачем утюг? Нет, это скотина все скажет Нет, 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 нет Тяжело в учении Легко на нарах Нет, 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 нет Говорит скотина, брал в пятки! А-а-а! Он даже не подключен. Яна, он у тебя не только брехло, но еще и ссыкло. Говори, брал! Я брал! Спал! Спал! Пин-код! Один, два, три, четыре! Я сдала! Мамина школа. О-о-о! Быстро ж ты раскололся. Тут я на корыто стирки. Тебе, Егорка, еще тренироваться и тренироваться. Да почти вы обе. И полиграф этот тоже пошел. И политика эта пошла в зубу. Я у себя в комнате. Не входите. Я плачу. Мам, откуда у тебя такие навыки? Дочь, ну помнишь, когда наш папа нас бросал? Не хотел говорить, где документы на квартиру. Ну, помню. А потом сказал. Ну? А ведь он у нас глухонемой был. Любименький, я дома. Хорошо, солнышко, я на кухне. Ага. Заходите. Открыто. АПЛОДИСМЕНТЫ Через столько лет? Да. Зачем ты пришел? Не могу без тебя. Пока сидел только о тебе и думал. Вспоминал твои маленькие глазки. Твою сладенькую улыбку. Нет, ты понимаешь, мне вот этого всего не надо. Я счастлива. А теперь в два раза счастливее будешь, да? Да нет, ты пойми, у меня вот это все уже есть. А теперь будет в два раза больше. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Вика, открой банку, пожалуйста. Здрасте. Здрасте. А ты с коллегой по работе пришла? Ну ладно, у меня там пельмени кипят. Будете? Это кто? Это мой повар. Повар? У тебя личный повар? Ничего себе, ты поднялась, Виктос. Нормально. Коллеги, коллеги, вам в тарелке праздничные ставить или обычные? Повар, ты меня уже достал. Конечно, праздничные. Мы с Виктосом 15 лет не виделись. Сейчас праздновать будем. Вика, а можно тебя на секунду? Куда? Пойдем по специям поговорим. А, давай. Вик, это... А ты кто такой? Это мой муж. Бывший. Сейчас я с ним разберусь. Молодой человек. Из тюрьмы вернулся. Чего? А вы пельмени с майонезом можете? Или со сметаной? Мне пухер. Ага. Стоять! Со сметаной давай. Давно я ее не хавал. А, хорошо. Разберусь, разберусь. На самом деле, это не повар. А кто? Родной и близкий мне человек. Ах, ну кто может быть ближе повара? Ну понятно! Что ж ты молчала? Что ж ты не сказала? Что у меня сын? Сынок! Все ж сходится. Пять лет я в бегах, потом пять лет на зоне. У меня сын! Ну если это не мой сын, я вам бошки обоим поотрываю. Папка! Ух ты какой щуплый. Не моя порода. Я еще вырасту. Конечно вырастешь. Давай знакомиться. Папа Ваня. Евгений Михайлович. Ах, я- Orbiter Иванович, Иванович. Просто перевалновался. Да, конечно Иванович! Эх, Иванович! Это ж сколько я тебе любви своей отцовской не додал. Все верну. Будем на охоту с тобой ездить. На рыбалку. По бабам ходить вместе вою. Бабы у тебя уже были? Одна. А, ты слыхала? Одна! А теперь у тебя будет каждый четверг бабское сафари. Отпусти, ему не нравится. Не, про сафари, кстати, нормально. Женя, скажи ему правду. Да, какой? Сынок, скажи папе правду. Пока меня не было, приходили к ней другие мужики? Только женщины и дети. Хорошо, хорошо. Знаешь, как я ее люблю. Ревную, каждому столбу всегда так было. Еще до отсидки помню. Прихожу к ней, а под подъездом хмырь какой-то трется. На тебя похож. А в руках у него 21 роза. Знаешь, что я с ним сделал? Я его вместо ваза использовал. Женечка, что делать будем? Для начала розочки в вазу поставлю. Ай, Виктос, что ж ты не сказала? Раньше. Да если бы я знал, я бы эту решетку быстрее пилел. Поэтому и не сказала. Ты ждал? Говоришь, ждал или нет? Ты что-то хотел? А, ну иди, иди, гуляй. Нам тут с мамкой твоей надо... А, шо, поиграть? Ну давай. Тыгадым, 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 тыгадым. Ну все. Поиграли, иди в свою комнату. Нам с мамой надо прилечь. Так, Женя, быстро ему скажи правду, иначе я это сама сделаю. Я просто... На самом деле это... Папка, идем, и я тебе свою комнату покажу. Ну давай. Это не сын. А кто? Дочь. Я не понял, он шо, из заднеприводных, что ли? Да пойми ты, он спит со мной. Да ладно! Ты чего? Такой взрослый мальчик, еще до сих пор с мамкой спишь. Ну ничего. Ты еще скажи, что ты под себя ходишь, а? Вот сейчас первый раз. Все, все, батя приехал. Будешь теперь с батей спать. Я тебя быстро садца отучу. Да пойми ты, наконец. Это! Мой новый муж! Муж? Ну как муж? Приготовиться, убрать. Постирать. Значит, муж. Ну муж, значит, муж. Ну-ка пойдем, муж. Как муж с мужем поговорим. Отойди! Пошли! Что ты не думаешь? Давай! Что ты сказал? А он говорит, я не пойду на улицу. Я тебе прямо тут в морду дам. Да! Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Не только в морду, еще кулаком в живот. Да ну! По полу, говорит, я размажу, сердце вырву и сожру. А-а-а! 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 Ты! Ура! Капец себе! Ситек! Ситек! Ты шо разорался? Мама только прилегла. Клаудия Андреевна? Фу! Ты смотри. Жирный вернулся, а? Тебе чо надо, чмо лысое? Я... Я... Порешись вас пришел! Заткнись! Познакомиться с Евгением Ивановичем. Михалычем. Михалычем. Знакомься и вали. Давно с ней живешь? С кем из них? С тираннозавром. Вы ее тоже так называете? Вся зона ее так называет. Пять лет. Пять лет? Ё-моё! Я полгода выдержал и в бега. Извини, мужик. Вы все меня извините. Я не вовремя пойду. Больше не потревожу. А, и... Виктос. Муж твой новый. Настоящий мужик. Слышь, мужик. Дуй на кухню. У тебя там пельмени выкипают. И тарелки праздничные поставь. А не как вчера. Мужик еще нашел. Егор. Я тебя просила убрать на балконе. И выбросить все барахло, а не в дом его тащить. Это не барахло. Это все нужные вещи. Я сейчас тут порядок наведу и отнесу их в кладовку. Ты постоянно носишь эту коробку туда-сюда, туда-сюда. С балкона в кладовку. С кладовки на балкон. Это не уборка, а какой-то круговорот хлама в квартире. Мам, а что тут? Тут сынок. Наши с мамой детство. Ух-тышка! Давайте посмотрим. Вот, слышала? Ух-тышка! А ты хотела выбросить ух-тышку. Эх-тышка, мама. О, это что? А, это первая в Советском Союзе электронная игра. А сколько тут было игр? Целых три. Во-первых, часы. Во-вторых, будильник. И в-третьих, волк ловит яйца. А зачем волку яйца? СМЕХ Хороший вопрос. Понимаешь, мы жили в такой стране, что люди особо не задумывались. Они ловили все, что выбрасывали. Выбросят яйца, они ловят мясо, значит мясо ловят. Валенки, значит валенки. Вот так было. А в чем был смысл игры? А смысл простой. Набираешь тысячу яиц, и там тебе показывают мультик. Да. Только его никто не видел. А не проще было этот мультик в Ютубе посмотреть? Лешка, тогда еще Ютуба не было. Пап, вы что, при динозаврах жили? Да ешь, в каких динозаврах? Да, ты еще скажи, птеродактиль у нас был домашний. О, а это что? Это вот еще одна игра, только тут уже обезьянка ловит мячики. Там еще, кстати, где-то есть Леопольд ловит рыбу. Ну и опять же, не забывай, часы и будильник. Пап, а не проще было в одну такую штуку вставить все эти три игры? Хороший вопрос, хороший. Ну понимаешь, мы жили в такой богатой стране, что для каждой игры делали отдельный экран. Да. Опа! А это что за штука? Это зеркальный фотоаппарат «Зенит». А где у него экран? А нет у него экрана, у него вот есть тут глазок, как на двери. А как удалить неполучившуюся фотографию? Хороший вопрос. Хороший. Понимаешь, мы жили в такой богатой стране, что печатали все фотографии без разбору. Тем более, то, что они не получились, мы узнавали только когда их печатали. А вон, кстати, папина первая фотография. А да, вот, смотри. Пап, так это же ночь. Это не ночь. Это папа забыл крышечку с объектива снять. Да, я ее после этого вообще выбросил. Да. А сколько тут памяти гигабайт было? Гигабайт? Значит, смотри, у нас было два варианта. Либо на 24, либо на 36 фотографий. Так мало. Прикинь, и каждая фотография была на вес золота. Да. Ты покажи ему еще тот мультик, как пьяный дядя Саша фотографирует то, как ты забираешь у него фотоаппарат. Да, классный. А зачем он тебя фотографировал? Да пьяный дурак только испортил 24 фотографии. А второй пьяный дурак взял и распечатал все эти 24 фотографии. Это же история, е-мое. О, пап, а это что? О, это электронные часы Монтана. 16 мелодий, браток. На секундочку, ты прикинь себе, 16 мелодий. Такие часы хотел каждый пацан во дворе. А тебе на них могли позвонить? Нет, сынок, я жил в такое жесткое время, что на часы не звонили. Они могли пропилинькать, ну, типа, как напоминалка, что тебе надо позвонить. И тогда ты брал двухкопеечную монету, искал телефонную будку, звонил человеку, и не факт, что он был дома. Как мы пересекались, тогда я вообще не понимаю. Пап, а почему Монтана, а не просто электроника? Ну, потому что электроника была у всех, но все хотели Монтану. Да. О, а это что за штука? А это супер-мега-крутой гаджет моего времени. Еще круче, чем сейчас айфон. Да, пейджер называется. А для чего он нужен был? Пейджер? Ну, смотри, там где-то сидел человек, ну, типа, колл-центр. Ты ему звонишь, диктуешь свой номер телефона, он его записывает и пересылает человеку, у которого есть пейджер, ему приходит сообщение с номером телефона, он берет двухкопеечную монету, идет в телефонную будку. Короче, это проще выбросить, чем объяснить. О, пап, а это что? Цена три копейки. Изделие номер два. Ё-моё, вот он. Блин, вот хорошо, что я его тогда не нашел. Сейчас бы мы с тобой, Лёха, не разговаривали. О, пап, а это что, твой первый пояс? Нет, это ремень твоего деда. Он волшебный. Он не только мог держать штаны, он еще и следил за моей успеваемостью в школе. И еще однажды отучил меня курить. А как это? Ну ты когда в младших классах хорошо учился, что тебе в тетрадочке ставили? Звездочку. Вот и папа мне тоже ставил звездочку. Только на попе. Вот от этой бляшечки. Да. О, мам, а это, наверное, твой дневник. Да, да, да. Да ладно, сохранился. Посмотрим. Ой, мам, ты так плохо училась, у тебя одни пятерки. Лёшенька, когда мама училась, пятерка это была самая высокая оценка, как сейчас 12. О, а это, наверное, папин дневник. А папа учился по трехбальной системе. Мам, а что в твоем дневнике делает салфетка? Это не салфетка, сынок, это промокашка. А для чего она нужна была? Давай, объясни ему, что такое промокашка. Ну, понимаешь. Слушай, если я ему сейчас начну про чернильную ручку рассказывать, так мы тут до вечера не разгребем. Слушай, ответ. Хрен его знает. Именно за этот ответ я получил свою первую звездочку. Да. Пап, а зачем ты сохранил теннис-шарик и поломанную линейку? Ты чё, это же дымовуха. Чего? Ты не знаешь, что такое дымовуха? Ну-ка быстро за мной, спички взяли и на улицу. Так, сели все, дайте это сразу выброшу в мусорку. Какая дымовуха? Да не надо выбрасывать ничего, ну чё ты начинаешь? Давай, смотри, чё там ещё. О, а это что ещё за фантики? О, это не фантики, это вкладыши. Это же от жвачки, лавис. Да. У девчонок была такая жвачка. Когда мы были маленькие в нашем детстве, жвачки, импортные жвачки, заворачивали вот в такие прикольные фантики. А наши жвачки были в обычных обёртках. Да, их было всего две. Апельсиновая. Да-да-да, и кофейная. Всё. А я, кажется, знаю почему. Почему? Потому что в вашей богатой стране и так хорошо жвачки продавались. А для иностранных пришлось заманухи придумывать. Молодец! Вот мышлёный пацан у меня. О, а это что за машинки? Это не просто машинки. Это коллекция Турбо. Вот эта пацанячая жвачка была, понимаешь? И вкладыши у них были. Машинки. Односерийки, двухсерийки, трёхсерийки. Чё мы только с ними не делали? Мы играли с ними вот так. Вот тебя перевернул, выиграл. Обменивались. Ты даже не представляешь себе. Вообще, это очень крутая жвачка, кстати, была. Она наживалась очень долго. А если жвачку разжевать вместе с грифелем от цветного карандаша, то она становилась любого яркого цвета. Да. А если на ночь Турбо положить в варенье, то с утра она снова сладкая. Пап, а вы что, эту жвачку вечно жевали? Нет. Нет. К сожалению, на пятый день она распадалась на атомы. Просто исчезала. Пап, а это что, кроссовок? Если у тебя в моё время были кроссовки, это значит, ты был самый модный. Понимаешь? А почему он один? Где второй? Вот. Коллекция Турбо. Но кому нужен был один кроссовок? Дяде Саше. Фотографу нашему. Они тогда с папой кроссовки по очереди носили, пока не поссорились. А из-за чего вы поссорились? Ну, не из-за Турбо, конечно. Из-за твоей мамы. Она нам обоим нравилась. Мам, а почему ты выбрала папу? Что за вопросы? Ну, потому что у папы пейджер был лучше. Да. У меня был двухстрочный. Подожди. Только пейджер и всё? Ну, и коллекция Турб, конечно. О, слыхал. И всё? Ну, ладно, ну любила, я тебя любила. А сейчас что-то не любишь? Вот разгребёшь этот хлам, тогда поговорим. Эх, Маруся, не судьба нам быть вместе. О, пап, а это что, твоя собака? Такая стрёмная. Ты чего? Ты не знаешь Альфа? Блин, он не знает Альфа. Альф, это такой прикольный чувак. Блин, за ним вся страна угорала. Такой маленький, смешной, шебутной. Как монатик? Ну, да. Типа как монатик, только без шапки и котов жрал. Котов? Да, это было очень смешно. Капец. О, конверсы! Ну, наконец-то, хоть что-то ты знаешь из нашей эпохи. Да, это конверсы. Ну, правда, это можно, кстати, и выкинуть. Ага, я тебе выброшу, ну-ка дай. Опа, они, кстати, как раз сейчас в моде. Что, будешь носить хлам? О, мам, а это, наверное, твоя тетрадка. Да-да-да. Посмотрим. Белые розы, белые розы, без защитной шипы. Мам, у вас какие-то странные домашние задания были. Это, Лешенька, мой песенник. Мы туда песни записывали. Это у нас, понимаешь, такой шазам был. А-а-а, а ну? О, блин, это ж моя любимая песня. Кстати, именно благодаря этой песне я очаровал твою маму. Вот как сейчас помню, стою под ее балконом, метель, минус 22, я в одном кроссовке. И пою ей. И снова седая ночь, и только ей доверяю я. Знаешь, седая ночь, ты все мои тайны. Ой, помню, помню. Вот как сейчас помню, как ты одну и ту же песню полночи под моими окнами орал. Ага, это мне еще повезло, что твой батя тоже от этой песни тащился. Как бы я по роже получил. Так, что еще? О, пап, а это что, палочка? Какая палочка? Ты что, это моя ружбайка для войнушек. Смотри, вот так, затвор. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Ты знаешь, сколько я фашистов положил из этого ружья. Фух. Но, пап, как можно было в войнушках из палки стрелять? Самое сложное было не стрелять из палки. Самое сложное было доказать, что ты попал. Играли чисто на доверии. Классно. Пап, а в какие игры вы еще играли? Да у нас куча игр была. Пекарь, казаки-разбойники. Мы в резиночке прыгали. Секлышки, выбивной, баба-куца. Классно. Что? Игра-пекарь. Скачать. А нет, скачать у тебя не получится. Тут надо во двор выходить. Пап, но во дворе вай-фая нет. Эх, сынок, в мое время, в мое время не было ни вай-фая, ни интернета. Зато был полный двор друзей. А они на тебя подписывались? Вообще-то в мое время говорили, за тебя подписывались. Да, и если меня кто-то обижал, мои друзья подписывались, за меня приходили и раздавали люлей. Пап, а люлей это как? Это типа в бан отправляли? Это типа в жбан. Сразу в жбан. О, а это что? Ой, Егор, это же чертик, ты помнишь? Да. Да-да-да, это, сынок, вообще бесценная штуковина. Это чертик из капельницы, которая торчала во мне, когда я лежал в больнице. Я его специально для мамы твоей сделал. Пап, а почему ты в больнице лежал? Там у одного парня подписчиков оказалось больше, чем у меня. А они были прокачаны? Да, прокачанные и некоторые даже сидевшие. Пап, а что, в твоем детстве не было развлекательных центров? Ты что, конечно было. Куча, во-первых, стройки, во-вторых, котлованы, заброшенные дома, подвалы, гаражи. А какие там аттракционы были? Ну, у нас куча была аттракционов. На стройке мы в основном играли в «Догони меня кирпич». Пару раз я догнал, да. Между гаражами мы когда бегали, нужно было не взорваться на мине. А там всегда было все заминировано. Пару раз я не взорвался на мине. Прям. У вас было такое классное детство, у вас было столько свободного времени, и вы могли всякой ерундой страдать. Ну, типа того, да. Хорошее было времечко. О, а это что? Ну, это, вот ты музыку на чем слушаешь? На айподе. А вот мы на ай-кассете. Там еще ай-бобина где-то лежит. Вот это суперкрутая штуковина была. Прозрачная ТДК на 90 минут. А сколько сюда песен помещалось? Целых 20 штук. А вот если тебе нужно было переключить трек, то вот так вот берешь. О, а на эту 200 помещалось песен? Да нет, это видеокассета. Мы киношки смотрели по ним. Ухтишка! Давайте посмотрим. Лучше не надо. Я не помню, что там записано уже. Пап, ну тут же написано. Красная шапочка. Лешенька, я ее уберу куда-нибудь, потому что там точно не сказка. И волк там красную шапочку не съел. И охотники в него не стреляли. Ну так, постреливали. Там крутая стрелкотня, кстати, была. Пап, а зачем ты сохранил старый тапочек? Это не тапочек, это ракетка для пинг-понга. Ракетка? Конечно! О, смотри. Коп-коп-коп-коп-коп-коп-коп-коп-коп-коп-коп-коп-коп-коп-коп-коп-коп-коп-коп-коп-коп-коп-коп-коп-коп-коп. Вот так вот было в наше время, чувак. Пап, а что, мои бабушка и дедушка были бизнесменами, что у них столько классных вещей? Ну, я бы сказал даже еще круче. Акушерка и инженер. В общем, мы жили в полном достатке, сынок. Класс. Мам, эти вещи ни в коем случае нельзя выбрасывать. Слышала? Я когда вырасту, я своим детям покажу, какие у меня предки обезбашенные. Сыночек, правда, ну, здесь половина поломана, все в изоленте. Давай все-таки это выбросим, ведь мы же этим не пользуемся. Да ну, что тебе все надо выбрасывать? Вот что-то, вот видишь, надо выбрасывать. Нет, ну вот стоит это над нами. Папа, папа, вы постоянно ссоритесь? И как вам удается быть вместе? Ну, наверное, потому что мы из тех времен, когда если что-то ломалось, мы не выбрасывали, а пытались это склеить, починить. Вам помогает изолента? Да, изолента. Вот маме рот изолентой заклею и помогает. Егор, ну правда, ну, поностальгировали и хватит. Давай все это, наконец, отнесем на мусорку, потому что уже надоело это перекладывать с места на место. Да ну, что ты говоришь такое? Ну, это же, это же не просто какие-то вещи, это коробка с моими воспоминаниями. Ну вот смотри, вот, вот эти джинсы, помнишь? Вот, это же мои джинсы. Я же, я же в них тебя на танцы повел, помнишь? И привел, кстати, домой, к папе вовремя, потому что у меня были часы Монтана. А поцеловались мы в первый раз. Под ласковый май. А с какой кассеты она играла? Вот. Вот с каждым из этих предметов связаны какие-то воспоминания о том времени, когда дети были просто счастливы от того, что им намажут хлебом маслом и посыпят солью. Мы боялись уходить с улицы, потому что загонят домой. Девчонки просто любили тех, кто играет на гитаре и красиво поет. А если мы хотели признаться в любви, мы писали письма. Письма, понимаешь? Егор, это что, ты мне написал письмо? Да. А почему ты так и не послал? Да, зачем? И так вроде все хорошо получилось, да?